Привет, мои хорошие! С вами Сирена Свей. Я сегодня не готовила абсолютно съемку никакую. Думала, как это геморройно ходить по улице и снимать. Но, в общем, я пришла, решая вопросы по коммунальным платежам и зашла в водоканал. Что были прошлые приставы судебные, в таких условиях работали, вообще невозможно, что я туда бы не зашла. Я вообще, если получила там большой стресс, расскажу вам потом. Ну, сейчас я прихожу в водоканал, сейчас я вам просто покажу, что это же здание и как люди работают. И если бы тут не стояли рядом люди, я бы просто сюда бы не зашла. Смотрите. Первое, что это, я пришла оттуда. Там, в принципе, вид нормальный. Но вот это здание страшное, как оказывается. Ужасные подъезды. И вот я иду. Иду, не могу понять, ничего не похоже на водоканал вообще, чтобы мне просто решить вопрос с начислением воды. И вот я иду, иду, иду. Сейчас я вам покажу. Там страшно, не буду сильно говорить, но это ужасно. Должна это снять. Подъеканал. Вот такой вот полуподвальный вон сон. Страшно. Людей снимать не буду, но я покажу. Я вас не снимаю, я просто... Я просто хочу это видеть. А там внутри кто-нибудь был? Там хоть красиво? Ремонт есть? В лошадице? Нет. Я просто переживаю еще за людей, которые там могут работать. Ну, вроде как в офисе каком-то. Это подъезд. Там люди живут. Все, подъедете. И вот, дорогие мои, я вышла из этого жуткого места. Очередь там передо мной. В общем, это ужасно. Страшно. Я не знаю, одной нельзя ходить, узнавать за все эти коммунальные вещи. В общем, что я хотела сказать про судебных приставов. Блин. Пытаюсь так найти кадр, чтобы не было видно, что меня вызывала. Поздравляю. Я не на граждану вышла, я не собиралась. Вообще ничего делать. Вы видите меня, какая я есть. Ну, смотри. Давайте подальше. Подальше слышно не будет. Я буду кричать. Итак, я недавно ходила к приставам. Тоже у меня сняли там с карточки деньги за штрафы. И я туда зашла. И вообще я никак не могла найти это место. Это центр Ростова. И я когда пришла, в общем, там какой-то был парень, который говорит, давайте я вас проведу. Он меня провел через какие-то катакомбы. Потом я вообще не нашла ни вывески, ничего-ничего. Одна женщина стояла. Я говорила, куда мне идти? Тоже старое здание, тоже вот такого типа, какие-то подвалы. И она мне говорит, вот сюда проходите. Я просто вот со страхом, ну, как бы до этого этот парень меня проводил. Там вообще закрыл в каких-то, в каком-то месте. Я там, короче, плакала, истерила, звонила любимым. Он такой, где ты, что такое, что случилось? Ну, в общем, все нормально было просто. В общем, стресс. Ну, и в итоге я попадаю в это место. Это реально вот подвал, подвал подвальный. Я не знаю, как люди там работают, как люди живут. Я не понимаю, наше государство, вот, блин, Путин, он вот это видел вообще? Он видел, где люди работают? Это ужас. А вот мне девушке, девушке молодой, вот как? Вот никого бы не было здесь. Я бы туда не зашла. А дозвониться туда невозможно, чтобы спросить, как выглядит все это. Очень страшно. Ну, ладно, посмотрим, что нас ждет дальше. Поснимаю тогда сегодня. Вот, видали меня когда-нибудь во всей красе. Не накрашенную. Хотела сейчас припудриться немножечко, но я, оказывается, забыла пудру. Так что день вообще просто, как оно есть. Закрою рот. Так, что я сходила, оплатила. Это у нас день коммунальных платежей сегодня. Оплатила, все узнала, что за всякие мне штуки там навешали, лишние. В общем, все поправила. Еще сегодня получила посылочку. Сейчас мы за ней сходим и откроем. В общем, вот я расфигачила посылочку. Прямо тут за столом. И значит, что мне пришло. Ну, на самом деле, я ожидала большего. Это мне продукты бесплатно прислала компания МайТай для того, чтобы я их попробовала в течение месяца. И потом рассказала вам результаты. Что мне понравилось, что не понравилось. Сразу вам скажу, пока у меня канал молодой. Я знаю, что очень не любят какие-то рекламы, там еще что-то. Я сразу скажу, что я, прежде чем когда предлагают какие-то вещи или я беру, я сразу говорю, что я буду говорить только свое честное мнение. Для того, что, ну, то есть мне нужен продукт, чтобы я его попробовала, оценила. Если что-то мне не понравилось, то я скажу об этом, что не понравилось. Если что-то мне понравилось, то я скажу обязательно, что понравилось. Поэтому вы можете доверять. У меня мое собственное, вот это вот обманывает моих подписчиков, говорить какую-то неправду, что-то рекламировать. Ну, то есть, тем более, ну, что? Вот МайТай мне прислал, допустим, да? Тканевая маска для лица от морщин. Ну, так как у меня мало подписчиков, наверное, они чуть-чуть прислали мне. Вот, такая вот. Попробую ее. Потом прислали мне крем для рук, омолаживающий с экстрактом орхидеи. Но вообще я кремом для рук не пользуюсь. Вот, мне принесли мой чай. Вот. Вообще кремом для рук не пользуюсь. Ну, может быть, я кому-то отдам, попользуюсь и скажут мне свое мнение. Запах. Сейчас. Ну, я, наверное, потом вам все это расскажу. Запах неплохой. И прислали вот такую вот баночку, короче, фоху, бальзам для тела. Короче, для всего. Пахнет примерно звездочкой. Звездочка, я тоже знаю, что она от всего. Вот. В общем, здесь от боли поясницы, мышечных болях, суставов. Но, опять же, чтобы проверять это, в течение месяца у меня что-то должно болеть, да? Как-то я должна себя чувствовать. Ну, в общем, буду экспериментировать и на других тоже. В общем, вот таких три средства мне прислали. Я их поэкспериментирую. Через месяц где-то сниму вам видео тогда о том, что это за продукты. Ну, вообще, честно говоря, сказать, до того, как мне все это они прислали, я нашла эту компанию там, где я занимаюсь английским языком. Ну, там внизу есть магазинчик, где Май-Тай. Я смотрела, 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 смотрела. И там цены так еще установлены. Цены для покупателей, цены для постоянных покупателей. Ну, то есть просто цены для постоянных покупателей и цены для консультантов. На 33% дешевле. И, вы знаете, я прям такая не могу думать, если я в Тианде покупаю 130% скидки, в Фаберлик покупаю процентные скидки. Да, все, то есть все со скидками. А тут я буду... Меня прям жаба так задушила. И я там раз ходила, два ходила. Но уже присмотрела какие-то вещи. Даже что-то, помню, взяла без скидки. Маленькая. И потом узнала, что мне Май-Тай пришлет что-нибудь. Я не знала, что, сколько они пришлют. И потом я ходила в этот магазинчик, и они мне сказали, что у них в мае акция, вот в Ростове-на-Дону, вот именно в этом магазине, акция, что если в мае ты приходишь там за 15 рублей, ты заключаешь с ними договор, и ты получаешь карточку, и становишься их консультантом, как бы, да. Ни к чему не обязывает, не обязательно там брать кучу. Обычно там, то есть консультанта можно ставить, если на 3 тысячи я там набрал, на 2 900. Вот. И я думаю, ну как-то я не готова, я же не знаю эту косметику. Думаю, попробую, потом решу. Вот. И до того, как они мне все это прислали, я уже стала консультантом, и я уже набрала там себе и масочки, и все-все-все, и мне в принципе нравится, поэтому для меня это такой бонус бесплатный просто, который я попробую, о котором расскажу. Все, теперь я буду пить чай. Чай? Ой, чай? У меня такой бардак, надо убрать. Раскидала. Все, распугиваю клиентов. Чай заказала облепиха с чем? Где сижу? Я сижу в Осаке. Это у нас в Александровке здесь. Пока все делала дела, так хотела в туалет безумно, и думаю, сейчас, 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 добегу, сейчас дойду уже. Ну, все сделаю, на почту, там, Сбербанк, туда-сюда. И дойду. В итоге прихожу, и никого нет дома. Никого нет дома вообще, ни к кому я в гости собиралась. Вот они, видимо, все на работе, и дозвониться ни до кого не могу. В общем, села, решила поесть, открыть, все. В общем, вот так. Ладно, потом приду домой, расскажу, что будет. Будет коротенький вложек, наверное. В общем, не обращайте внимания, что я такая страшная вообще. Как я могу так снимать видео? Позорище. Вы, наверное, думаете, вот она красивая, там такая, туда-сюда, все красится. А тут раз. Я обычная, короче. И меня высыпает периодически. Ладно, увидимся, буду пить чай. Привет, моя хорошая. Сегодня уже новый день. Я там зашла по делам, короче, купить детям игрушки 3D. Вообще, это такая тема нереальная. Короче, купила вот такие вот раскраски 3D. И надо вам что-нибудь показать. Надо что-нибудь показать? Сейчас покажу, как они делают. У меня просто много детей всяких разных. И я решила им, что даже и моей племянницы пойдет. В итоге парень пришел. И я у него купила все раскраски, которые он мне принес. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, наводим программку, так, чтобы она поймала. Вот. И у нас щаски оживают. Энни тикают. Мы можем смотреть на них вот сзади. Вообще, это такая тема, мне кажется, для детей. Короче, много здесь всяких раскрасок. Вот, смотрите, раскраску взяла еще, которая... Это просто у нас картинки раскрашиваем и смотрим. А здесь вот я взяла еще раскраску, которая, с одной стороны, накрашенная. Можно на накрашенное вводить уже, да? Но лучше ребенка мотивировать, закрасить так же, да? Чтобы потом была сказка. И в итоге диктор потом там еще рассказывает сказку. То есть все оживает, и диктор рассказывает сказку. Мне кажется, это очень круто. Вообще. Я купила, короче, 7 раскрасок. Поделю их между своими племянниками. Друзьями и племянницами. И, короче, будем кайфовать! А вообще... А вообще я собираюсь сейчас идти по магазинам, что-нибудь купить. На улице Дождик у нас, в Сианце ГБ. В районе в этом редко. Ну, вот здесь вот мальчик с раскрасками, вот с этими. Мне назначил встречу, чтобы я их купила. А сейчас я поеду покупать, не знаю, всякие вещички хочу купить. Что-нибудь посмотреть, моменты какие-то. Я, в общем, короче, гуляю ее. Путидождь на улице уже какой день надоел. Вот. Ну и посмотрим, что я для вас смогу снять. Положки. Увидимся в апреле. Все, мои хорошие. Я уходила по магазинам, ничего мне не сняла. Но, в общем, короче, набрала я там себе вещей всяких. Сейчас сходила в магазин во фреш и покупаю. Тут у нас, да, есть свежие такое вот все, магазинчики. Купила продукты. Вот. И что-то возникла у меня идея рассказать, что в моем холодильнике. Как раз у меня вот сейчас я набрала. И дома еще есть именно то, что я ем там. И вот постоянно в моем холодильнике есть. Поделюсь с вами. В общем, блоги, влоги я не умею снимать. Но толком, потому что очень неудобно ходить с камерой. И, не знаю, она мне мешает. Я вообще так устала. Я, наверное, влоги буду снимать, знаете, когда? Когда уже буду хорошо зарабатывать на своем канале. И смогу позволить себе оператора, который будет за мной ходить, и потом вырезать самые интересные моменты для вас. И монтировать. Вот когда я смогу ему за это все платить, наверное, тогда я смогу снимать влоги. Вот. Ну, не знаю, я попробую как-нибудь с подружками со своими. Ну, в общем, мне тяжеловато вот ходить с камерой, где много людей. Вот как-то не поймешь, что снимать, что интересно, что не интересно. Так что лучше по запросам пока буду снимать. Так что если вам что-нибудь интересно было бы услышать от меня, увидеть, чтобы я показала, рассказала, или вместе куда-нибудь сходили, то пишите мне, и я попробую это осуществить. Потому что по заявкам это делать легче. Ты понимаешь, как бы, что именно снимать. Я так вот влог не пойму, что снимать вообще, о чем говорить. Просто так ерунду нести. Не думаю, что это будет интересно. Вот так вот. Так что все, я с вами прощаюсь. Вот такие два дня прошли. Увидели меня такую страшную, не накрашенную. И вот я немножечко в порядке. Все, еду домой отдыхать, ноги кверху, мазать всякими мазями, чтобы не было варикоза, не дай бог. И все, и смотреть свои любимые сериалы. Все, я с вами прощаюсь. С вами была Селена Свей. Ставь лайк, подписывайся. Участвуй в конкурсах. И увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok